Дорогие телезрители, добрый вечер! Наконец-то после затянувшихся каникул мы снова в эфире АС-ТВ. Первое полугодие позади. Половина дистанции пройдена. Впереди нас ждут 8 отборочных игр и финал года. Осенняя серия – это последний поворот, выражаясь спортивным языком, перед финишной прямой. У каких команд останутся силы, в нашем случае кредиты, на финальный рывок, мы узнаем уже скоро. Итак, сегодня суббота, 4 ноября. И мы начинаем 9-ю отборочную игру сезона 2017 года. Против телезрителей сегодня играют юрист Малик Рамазан-Заде, Специалист по охране труда Теймур Гулиев, Юрист Гюнель Бабаева, HR-специалист Рашад Алиев, Программист Саид Садыхов, Аудитор Нармин Искендерова, Капитан команды. Внимание! Против знатоков сегодня играют 12 телезрителей. Сергей Иващук-Львов, Елена Палатник-Винница, Хатам Щукюр-Краков, Виталий Закиров в секторе Супер Блиц, Вадим Кузьмич Логойст, Татьяна Сдобнова-Тольятти, Лидия Ильве-Сталин, Висман Тас Букаус-Кас Вильнюс, Джейхун Чавадов-Астрахань, Михаил Самылин-Саратов, Альван Исмайлова-Баку, Дмитрий Криничанский-Старый Оскол. Девятая отборочная игра сезона 2017 года. Телезрители против знатоков. Играем до 6 очков. Счет у нас пока 0-0. И мы начинаем первый раунд. Сегодня команда Нармин и Скендеровой проводят свою четвертую игру. Пока еще эта команда не входит в группу сильнейших команд клуба. Но то, что она одна из самых ярких, это бесспорно. Нам, телезрителям, приятнее наблюдать за тем, как красиво проигрывает команда Нармин, чем смотреть, как буднично, почти без эмоций, побеждает, ну, например, команда Мамеда Ализаде. Нармин, я желаю вам удачи. В первом раунде. Тольятти. По стрелке Тольятти. Против вас будет играть домохозяйка Татьяна Сдобнова. Саид, как вы думаете, что помогло Софи Лорен добиться мирового успеха? Ну, у нее была очень эффектная внешность. Красота вы считаете? Да. А вот сама Софи Лорен не считала красоту главным фактором, приведшим ее к успеху. Однажды журналисты спросили у нее, В чем секрет вашего успеха? Актриса ответила При рождении мне были даны два великих преимущества. Первое – это ум. А второе – это то, что я родилась. Внимание, вопрос. Закончите высказывание актрисы. Что же она считала своим вторым великим преимуществом? Время. Женщиной, женщиной. Типа умная женщина. Еще что. Она родилась… Это не ее настоящее имя, да, Софи Лорен? Не ее настоящее имя. Насколько я знаю, она родилась в начале века, да, правильно? Что там было? Между воинами родилась? Под другими фамилией она родилась. Типа у нее было два… В Афраке родилась. Под счастливой звездой. Может, она там во что-то верила. Да, да, да. А что еще? Ур и то, что я родилась в какой-то день. Мы не можем придумать, просто, когда она родилась. Умение примените тару, я не знаю. Применение этого ума как-то правильно сделать. Ну, да, как рождение, там, гороскопы и так далее. Это сложно как-то определить гороскоп. Да, так как еще можно родиться? В Италии, банально. В Италии серебряная ложка и в рубашке. Как еще есть вариант родиться? Нет, я бы скажу, что она французская. Под какой-то звездовский. Слой по-францам, она итальянка. Она итальянка. Она итальянка, но кто-нибудь помнит, когда она родилась? Но, возможно, она родилась в Италии. Это самое простое. Ну, да. Родилась в Италии или женщина? Ну, видимо, все-таки в Италии. Женщина, то, что она женщина и так... Она могла бы ее очень интересно. Итак, абсолютно тишина за столом, тишина в зале. Нармин, кто отвечает на первый вопрос? Малик Рамазанзадов. Да, Малик. Слушаю вас. Господин ведущий, мы предполагаем, что второй вещью, о которой она сказала, это было то, что она родилась в Италии. И вы считаете, что это преимущество? Я так понимаю, не одна Софи Лорен родилась в Италии. Или я ошибаюсь? Возможно. Ну, да, не одна Софи Лорен родилась в Италии, но... Значит, это не может быть преимуществом, да, Малик? Нет, это может быть преимуществом в определенных условиях. Внимание, правильный ответ. Вторым великим преимуществом актриса считала то, что заставляло ее постоянно работать над собой и становиться лучшей во всем. Она сказала, что при рождении мне были даны два великих преимущества. Первое – это ум. А второе – то, что я родилась в нищете, в бедной семье. Счет становится 1-0 в пользу команды телезрителей. Домохозяйка Татьяна Сдобнова из Тольятти приносит команде телезрителей первое очко в осенней серии и зарабатывает 100 монатов от нашего спонсора, от Капитал Банка. Интересы команды телезрителей в сезоне 2017 года защищает директор департамента маркетинга Капитал Банка Гюнель Фарзалиева. Добрый вечер, Гюнель Хану. Добрый вечер, господин Андреевич. Есть такое мнение, что женщины предпочитают эффектность эффективности. Может, поэтому игры команды Нармина Скендерова получаются яркими, но результат чаще всего в пользу команды телезрителей. Как вы считаете? Нет, я думаю, что женщины умеют сочетать оба элемента, но, наверное, Нармина Ханум нужна чуть-чуть больше практики, и все будет хорошо. Гюнель Ханум, вы и сегодня болеете за телезрителей? Нет, я, как всегда, болею за... То есть, ну да, я болею за телезрителей. Я подумала, говорите про смазок. Вы за телезрителей болеете? А как же женская солидарность? Ну, это само собой. Ну вот, выиграла. Первый вопрос выиграла дама у нас, поэтому... Вот уже 9 игр. Как интересно, знатоков защищает представитель Гелан Холдинга Фуат Керимов. Добрый вечер, Фуат. Добрый вечер, господин ведущий. А вы что думаете о женской солидарности? Она вообще существует, Фуат? У нас есть солидарность с знатоками, мы сегодня за них болеем, так что желаем удачи. Второй раунд. Только 4 девушки за 11 лет руководили командами в нашем клубе. По 4 игры, если считать сегодняшнюю, Нармина Скендеровой и Ирены Гаджибой. По 5 игр провели Айсель Агаева и Джамиля Азизова. Хотя я считаю, что Джамиля и сегодня пытается выполнять капитанские функции, Ровшан даже не сопротивляется. Нармин, если выиграете сегодня, то установите рекорд, потому что командой, которыми руководили девушки, у нас больше одной победы не одерживали. Удачи вам. Баку. Второй раунд играет пенсионерка Альван Исмайлова. Нармин, посмотрите на экран. Перед вами слегка измененная нами фотография народного художника Азербайджана Сатара Бахулзаде. Внимание, вопрос. Что поэт Тофик Байрам назвал шестым пальцем Сатара Бахулзаде? Время. Да, срочный ответ. Отвечает Малик Рамазанзаде. Нам показали. Палец Малик Рамазанзаде. Бахулзаде известен своей вредной привычкой курить. И на этой фотографии, ну это левая, я так понимаю, нет, правая рука, там была сигарета. Вот, там даже очень много историй про Бахулзаде и курение. В общем, убрали на фотографии сигарету, а его шестым пальцем была, соответственно, сигарета. Внимание, правильный ответ. Бармах Кимиде. 1-1. Браво, господин Рамазанзаде. Плюс одна дополнительная минута на обсуждение. Малик, а вы курите? Я борюсь с этим. Малик, у нас в клубе, кроме вас, никто не курит. Вы в гордом одиночестве. Не знаю, можно ли в данном случае сказать, что в гордом, но, Малик, надо избавляться от этой привычки. Хорошо, господин Рамазанзаде. Уважаемые телезрители, главным украшением нашей игры являются ваши интересные вопросы. Присылайте письма на адрес АС-1000, абонентский ящик номер 5 или на электронный адрес sualatgame.tv.as. Вопросы также принимаются во всех филиалах Капитал Банка. Третий раунд. Нармин, чтобы занять первую позицию в рейтинге клуба и стать фаворитом гонки за выход в финал года, вам надо сегодня победить как минимум со счетом 6-2. То есть повторить победный счет команды Таира Мусаев. Победа с менее крупным счетом позволит вам подняться в рейтинге. Вы сохраните ваши 10 кредитов и попытаетесь, наверное, в этом году еще раз сыграть, но лучше победить 6-2. Краков. Против команды, наверное, Минаскендерова играет инженер Хатам Щукюр. Господин Алиев. Да, господин ведущий. Вы бывали в Кракове? К сожалению, нет. В польском городе Краков гиды рассказывают легенду о храбром трубаче. Однажды он первым заметил врагов и затрубил гимн Деви Марии, чтобы разбудить весь город. Но был убит вражеской стрелой. В память о трубаче гимн Деви Марии исполняется в Кракове и по сей день. Внимание, вопрос. Чем нынешний вариант гимна отличается от первоначального время? Он не завершен. Он теперь бомбу стреливает. Какая бомба? Нет, бомбу стреливает. Это у нас есть версия. Давайте. Я еще думал, может он где-то на часах исполняется. На чем-то исполняется. Чем отличается, нельзя сказать, что он должен на часах исполняется. Он, по идее, должен был спеть весь гимн. Его убило и все. На чем-то исполняется. Он остановился. Гимн позернативный. Дальше. Какие еще версии? Язык не отличается. Инструменты какие-то. Он трубач. С помощью какого-то шоу. Какой-то вокзал. Какой-то вокзал. Какая-то. Опять же, если он трубач, то он не отличается тем, что он трубач. Наверное, этот гимн на самом деле существует во многих местах. Он именно отличается в проекте. Да, естественно, когда спорт его играет. Когда любое мероприятие его играет. Это какой-то. Он на часах есть. Если дети его играют. Он же трубач. Он по идее гимн должен играться на основном инструменте. Что-то в музыке. Что-то в тексте, да. А что там есть? Может, вместо Авы Мария там Авы кто-то, но это не интересно. Господин Рамазан Заде, первое и последнее предупреждение. Нармин, за этим вы должны следить не я. Нельзя разговаривать после сигнала об истечении минуты. Кто отвечает? Можно для Малика вопрос повторить? Малик плохо себя вел. Нельзя. Господин Рамазан Заде, слушаю вас. Он пытался спеть гимн. Его убили. Он, видимо, не смог завершить гимн. И в память об этом в Кракове этот гимн исполняют не до конца. Вот это его отличие. Что означает «не до конца»? До того момента, в котором трубач остановился, когда в него попали стрелы. И он уже не смог завершить этот гимн. Вот это его отличие от канонической версии гимна, скажем так. Плохо себя ведет, но хорошо играет. 2-1. 2-1. Но, госпожа Искендерова, я заметил, что эту версию предложила Гюнель Бабаева буквально на первой секунде. А вы все-таки доверили ответ Малику Рамазан Заде. Гюнель, а почему не вам? Как вы считаете? Ну, это не у меня. Надо спрашивать. Продолжаем разговоры о женской солидарности. Друзья, сегодня у нас в музыкальной паузе выпускник Московского джазового колледжа Тофик Гасансой. Встречайте! На бульваре музыка играет, все танцуют, праздничный гимн. Пусть проходит лето и проходит осень, Не забыть нам никогда в океанские огни. Будь со мной, будь со мной, Будь со мной, Всегда ты рядом. Будь со мной, будь со мной, Всегда ты рядом. В старом парке тишина смеется, И деревья тихие стоят. Мы с тобой гуляли, лето вспоминали, Пласись наша песенка, давай ее споем. Будь со мной, будь со мной, Будь со мной, Всегда ты рядом. Будь со мной, будь со мной, Всегда ты рядом. Будь со мной, будь со мной, Всегда ты рядом. Будь со мной, Будь со мной, Всегда ты рядом. Будь со мной, Всегда ты рядом. Улыбаясь, тихо я сказал Осенью, весною, летом и зимою Будь со мною рядом, будь всегда со мной Будь со мной, будь со мной, всегда ты рядом Будь со мной, будь со мной, всегда ты рядом Будь со мной, будь со мной, всегда ты рядом Будь со мной, будь со мной, всегда ты рядом Субтитры создавал DimaTorzok Счет 2-1 в пользу команды знатоков, и мы начинаем четвертый раунд Дорогие телезрители, обсудить наши игры вы можете на Диспутас в разделе «Что, где, когда» И на странице передачи в социальной сети Facebook Нас также легко найти в Instagram и на YouTube Нармин, как настроение? Хорошее Супер Блиц, вот могли вам испортить настроение Вернее, мог Волчок, но пожалел пока вас Логойск Против вас играет инженер Вадим Кузьмич Внимание, сейчас прозвучит 2222 вопрос в истории нашего клуба Итак, внимание, фото Саид, вы можете сказать, чья это фотография? Нет Вот вам еще 8 фотографий Внимание, вопрос А теперь можете сказать Время Какая-то интернет-ошибка Почему я цифру сказали, да? На всякий случай Нет, это все разные На двое одинаковых минимум Твое минимум, на трое одинаковые Нет, три одинаковые Это не может быть один человек Просто со временем меняется Старый Старый, кто-то Это должен быть человек, который придумал, типа, эти два одинаковых Ксерокс какой-нибудь Я не знаю там Что это показывает? Это одинаковый Разное время, ребята Три, два, два Это защита футбольная, я не знаю А это, 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 не Лобонский кто? Что? Он на русском не очень похож Нет, это не Лобонский по-любому, он украинец был Это наш, ну и еще Не похоже на голландскую защиту То-то, тотальный футбол, что ли, такое, можно быть? А на графе 8 Это когда много в мобильнике? Нет, так не получается Много, 5 разных фотографий, 5, 4 Что еще с цифрой может быть связано? Два. Но это самое старое. Их количество увеличивает. Ой-ой-ой. Что это? Они как бы переносляющие, какая-то компьютерное что-то. Может, это математик какой-то? Это операция математики? Есть абсолютно... Тишина абсолютная. Абсолютная тишина за игровым столом. Тишина за игровым столом. Нармин, я во время минуты обсуждения услышал, что кто-то из вас сказал, что фотографий восемь, а должно быть девять. Мы все правильно вынесли. Посчитайте. Девять фотографий. А теперь вам предстоит решить. Счет 2-1. У вас есть одна дополнительная минута. Вы берете ее или отвечаете? Давайте возьмем минуту. Берете минуту. Итак. Повторись, пожалуйста. Вопрос такой. Значит, перед вами девять фотографий. Внимание, вопрос. Кто изображен на этих фотографиях? Время. Я очень хочу ответить, Картасар. Мне тоже прям. Картасар? Ну да. Похожешь? Косой был. Расставить можно. Да, расставить можно. Картасар не дико косой был. Я не знаю. Не помню. Я не знаю. Я не знаю. Ребята, что если это операция какая-то? Типа диреклея. Что еще есть? Чего девять есть, люди? Человек, который что-то девятое сделал. Не девятую симфонию. Он явно не... Смотри, что там написано сзади на... Один, один, два, три. Это у меня фибоначи? Нет, не по три. Нет, это крест какой-то. Да, фибоначи это не наш. От старого к молодому, к старому. Хорошо. А если хорошо, по возрасту попробуем? Какой-нибудь папа римский, какой-нибудь что-то. Есть какая-то технология, которая позволяет фотографии вот так делать. Потом два, три, один. Мы собираем это как хотим. Пазл какой-то. Кубик Рубика какой-нибудь. Икея? Я думаю, он не похож. А сколько там? Не девять. Он не похож на час. А на одной стране не девять. Тишина за игровым столом. Я буду наказывать Нармин. Кто отвечает? Нельзя разговаривать после сигнала, без сечения минуты. Тишина в зале. Тишина за столом. Гюнель, ваша версия. Ну, мы попробовали как-то упорядочить эти фотографии. У нас получилась композиция очень похожая на нарисованные, на поле для игры в классике. Поэтому мы предполагаем, что перед нами Хулио Картасар. А вы можете нарисовать поле для игры в классике? Я попробую. Так. Покажите. Так. Что рисует Гюнель? Покажите нам. Я не очень хорошо. Я никогда этого не делала в детстве. Но вот примерно так. И сколько всего получается? Ну, должно быть девять, потому что их только же сколько цифр, насколько я помню. Девять, не десять? Нет, по-моему. Внимание, правильный ответ. То, что вы пытались как-то собрать фотографии в какую-то фигуру, это, конечно, было правильным ходом. Вы обратите внимание, разных фотографий шесть. Всего девять. Фотографии квадратные. Если расположить фотографии в форме квадрата, то получится грань куба или кубика. Максимум на одной грани может быть шесть разных цветов. Это фотографии Эрна Рубика, человека, который придумал знаменитый кубик Рубика. Была такая версия у Саида, но почему-то его не послушали. Счет становится 2-2. Инженер Вадим Кузьмич из Логойска заработал 200 монатов от Капиталбанка. После... 2222 вопроса счет стал 2-2. Наверное, это судьба. Внимание! Финальная игра 2017 года состоится 7 января 2018 года. Если в этой игре выиграют знатоки, то лучший из них будет награжден орденом Савы, изготовленным ювелирами известной французской компании Ардюс Бертран. Также лучшему знатоку сезона достанется сертификат на сумму 2017 монатов от Гелан Холдинга. Если победят телезрители, то автор лучшего вопроса финала года будет награжден денежным призом в размере 2017 монатов от Капиталбанка. Пятый раунд! Пятый раунд! Команда Нармина Скендерова сегодня соревнуется в первую очередь, конечно, с командой Таира Мусаева, я считаю. Поэтому, Таир, хочу обратиться к вам. А ваша команда придумала ответ на предыдущий вопрос? Ну да. А кто, если не секрет, придумал? Сам. Сам Таир придумал. Эльман Талыбов. Львов или Винница? Дайте мне нужный ракурс. Я еще не решил. Прямым попаданием Львов. Да, теперь все понятно. Против вас, Нармин, играет менеджер Сергей Ивашук. Внимание! Картина и черный ящик. Уважаемые знатоки, перед вами автопортрет Рене Магрита. Как он называется, я вам скажу позже. В черном ящике находится предмет, который на картине мы от вас скрыли. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Время. Досрочный ответ. Еще один досрочный ответ. На этот раз от Сайда Садаху. Да, Сайд. Если мне не изменяет память, эта картина называется, по-моему, проницательность, и он рисует птицу, глядя на яйцо. То есть в черном ящике должно быть яйцо. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Художник смотрит на предмет и рисует птицу. Другое название картины – предвидение. Заглянем в черный ящик. В черном ящике у нас яйцо. Но считаю, что команда должна подождать с эмоциями. Господи, хранитель традиции, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Сайд сказал, что картина называется проницательность. А картина на самом деле называется предвидение. Это был досрочный ответ. Во время досрочного ответа нужно отвечать. Что в черном ящике? Совершенно верно, господин ведущий. И он, по-моему, очень даже… Муршут, господин Исмазаде, капитан команды телезрителей. Да, господин ведущий. Как вы считаете? Я бы очень хотел как-то повредить команде, но я думаю, все-таки они ответили. Три-два в пользу команды знатоков, плюс одна дополнительная минута на обсуждение. Зато, господин Исмазаде, у вас есть прекрасная возможность объявить раунд цейт-нот, и вы сможете навредить команде. Ни в чем себе не отказывайте. Шестой раунд. И если честно, господин Исмазаде, я не понимаю, почему вы такой добрый. Мы могли поспорить еще с Саидом, мы могли поторговаться, засчитать очко, но не дать дополнительную минуту. А вы мне не помогаете, это нехорошо. Ничего не хотите сказать, Муршут? Мне команда нравится очень. Я не об этом. А вот сейчас, да, с вашего позволения, и на путь, я хотел бы объявить раунд цейт-нот. Муршут, это я его объявил, а не вы. Вильнюс. Нармин, правила цейт-нота вы знаете. Да. Если команда решит играть шестером, то на обсуждении будет только 10 секунд. Да? Если вы откажетесь от одного игрока, то на обсуждении будет 20 секунд и так далее. Кто играет? Попробуем все вместе. Давайте, да, давайте. У команды на обсуждении будет только 10 секунд. Гюнель, госпожа Бабайо. Да. У вас есть домашнее животное? Есть. Какое? Рыжий кот. Кот. Да. А вы знаете, что не только люди, но и животные могут попасть в Книгу рекордов Гиннеса? Ну, наверняка. Все, что угодно может. Как и в любом другом деле, Гюнель, успех зависит от желания и усердия и хозяина, и питомца. Но как бы вы ни старались, госпожа Бабаева, в одной номинации ваш рыжий кот не сможет попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Внимание, вопрос. В какой номинации редакторы издания не фиксируют рекорды с 1998 года? 10 секунд на обсуждение. Что-то, что уже не нужно. 100-летний, родившийся там в каком-то... Он рожает много, допустим, котят, там, не знаю, что... Нет, нет, вот пошло не фиксирует. А вот тысячи лет, а вот с возрастом не может быть с переводом. Тишина за столом абсолютная. Кто отвечает, Нармин? Рашад, давай свое. Рашад, дали. Да, Рашад. Предположим, я так предполагаю, что это должно быть что-то, на что не может повлиять хозяин, что зависит только от животного в данном случае. Даже животное не может повлиять. Допустим, если, ну, примере, как пример госпожа Бабаевой кот. Вот, пусть будет, что это животное приносит больше всего детенышей. Допустим, как кошка, окатилась в большем количестве. А в чем проблема? Почему такого рода рекорд не фиксировать? Ну, как-то может хозяин попытаться на это повлиять. Не надо рассказывать, как, Рашад. Внимание, правильный ответ. Геннель, я думаю, что если бы даже рекорды в этой номинации фиксировались и по сей день, вы, как заботливая хозяйка, не захотели бы, чтобы ваш кот в ней победил. Уверен, вам здоровье питомца важнее. Дело в том, что в 1998 году редакторы книги рекордов Гиннесса перестали фиксировать рекорды на самых тяжелых, толстых домашних животных. Из-за того, что чистолюбивые и бессердечные владельцы иногда закармливали своих питомцев, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса. Геннель, вы ведь не такая бессердечная, нет? Нет, но мой и сам отъел 7,5 килограмм. Следите за ним. 3-3. 300 монатов от нашего спонсора, от Капиталбанка, заработал программист из Вильнюса Висмонтас Букаускас. Я уверен, что господин Букаускас очень рад этой победе, но еще больше этому рад Таир Мусаев. Господин Мусаев, как вы думаете, Нармин решится на решающий раунд? Почему бы и нет? Потому что с игры они ваш победный счет уже не повторят. В этом и проблема для меня. Проблема для кого? Для вас или для госпожи Искендера? Для меня в том числе, потому что всем командам теперь в большинстве случаев нужно будет идти на решающий раунд. После этого мне надо будет брать решающий. Седьмой раунд. Нармин, на всякий случай хочу вам рассказать, что если вы дойдете до счета 5, у вас будет право попросить у капитанов возможности сыграть решающий раунд. Так как в осенней серии решающий раунд стоит 4 кредита, а у вас остается только 2. 8 кредитов вы потратили на то, чтобы сегодня сыграть. 2 у вас остается в запасе. И вот если капитаны проголосуют за то, чтобы вы сыграли, вы сможете этими двумя кредитами воспользоваться. Винница. Счет 3-3. В этом раунде будет играть менеджер Елена Палатник. Госпожа Искендеров. В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, который запретил пропаганду коммунистического режима. Во многих украинских городах начали менять старые названия улиц, посвященные событиям и персоналям советского времени. Например, Винница улица Фабрициуса стала улицей писателя Джозефа Конрада, а улица Чкалова улицей Симона Петлюры. Внимание, вопрос. Почему жители улицы имени Чекиста Михаила Максимовича решили переименовать ее в честь первого ректора Киевского университета? Время. Он же самый был первым ректором. Банан, чтобы нефигал. Ты придешь жить на этой улице? То же самое имя, но просто, грубо говоря, позиция. Да, как вариант. Можешь полминута думать, Даша? Он его как бы казнил? А, нет, может быть, его исключили, и из-за этого он пошел там, не знаю, куда-то. Может, он его казнил, Чекиста? Если это не то, чтобы название улицы осталось прежним. Или нет. То есть это тот же самый человек. Не, ну и с вами человек не делал. Они тезки полные. Тупо полные тезки. То есть это разные люди, но полные тезки. Да, полные тезки. Это хорошо. Это хорошо. А что еще может быть? Хорошо, Киевский университет, кто-нибудь знает о нем? Он мог быть до Советского Союза. Мне кажется, что он был до Советского Союза. Но, скорее всего, первый ректор не мог быть этим чекистом, просто. Никогда не поймал, что он мог бы так же. А что-нибудь еще есть? Что у нас есть еще? Они хотят его переименовать в то, из какого-то... Хорошо. Вы готовы? Да, мы готовы ответить Саиду. Саид отвечает. Господин Идущий, мы думаем, что жители улицы решили переименовать ее в честь этого человека, потому что этот человек был полным тезкой с тем, в честь кого эта улица была названа ранее. То есть его тоже звали Михаил Максимович. То есть улица по факту переименовывается, но... А почему они приняли такое решение? Это не доставляет им никакого бытового неудобства. То есть адрес сохраняется старый, все счета на старый адрес приходят, ну и людям удобнее, как бы. Внимание, правильный ответ. Жители улицы имени чекиста Михаила Максимовича решили переименовать улицу в честь первого ректора Киевского университета. Тоже Михаила Максимовича. Полного тезки чекиста. Браво, Саид. 4-3. Хотя в начале минуты обсуждения звучала другая версия, да, Нармин? Да, но версия Саида, она как бы отмела все остальные... Восьмой раунд. В продолжении темы стоимости игр, если честно, в начале года мы думали, что весной игры будут стоить дешевле, чем летом, Нармин. А летом дешевле, чем осень. Но оказалось все не так. И виной всему иррациональные ставки господина Аскерова. Господин Аскерова, вы во всем виноваты. Супер Блиц. Я знаю, и так же в убийстве Кеннеди. Вы наш черный лебедь, господин Аскерова. Супер Блиц. Три вопроса по 20 секунд размышления на каждой. За столом остается один знаток. И для того, чтобы одержать победу в раунде, Нармин, он должен будет ответить или она, если это будете вы, или госпожа Бабаевна. Три вопроса подряд. Господин Керимов, пока Нармин думает, спрошу у вас. А вы бы на месте Нармин кого оставили за игровым столом? Я бы так же поступил. Прекрасный решитель. Как так? Она еще ничего не сказала. А, я так, я поспешил. Я заметил, совершенно верно. Ну ладно, давайте вы скажите, кто будет играть в Супер Блиц. Остается Гюнель Бабаева. Гюнель Бабаева. Хороший выбор. Гюнель, вы до этого момента играли в Супер Блиц? Мне кажется, что нет. Это ваш первый опыт. Я думаю, да. Да, это я помню, господин Аскеров. Хорошие, добрые, старые времена, господин Аскеров. Да нет, почему? Она сейчас прекрасно капитанит в этой команде. Гюнель капитанит, посчитайте. Можно, пожалуйста, с ним не разговаривать. Да, можно, Гюнель, почему нет? Гюнель, недавно дизайнеры Ливан Пацанашвили и Давид Бабиашвили выпустили ряд постеров, которые они посвятили событиям разных лет. Первый вопрос Супер Блица. Посмотрите на экран. Телезритель Виталий Закиров из Самары интересуется, какому событию посвящен этот постер. Время. Итак. Гюнель, ваш ответ. 20 секунд и стекли. Создание Гугла. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Гюнель, цифры года, в котором произошло это событие, изображены дважды и абсолютно идентичны, будто клонированы. Этот постер иллюстрирует клонирование овечки Долли в 1996 году. Увы, 4-4. 400 монатов от Капиталбанка заработал Виталий Закиров из Самары. Саид, а вы придумали ответ на вопрос? Нет. Малик, а вы? Тоже нет, господин ведущий. Нармин, а вы? Нет. И вы тоже нет. Ну что ж, счет 4-4, самое время для паузы. Вы не против? Мы только за. Да, нет. Вы только за. Arizona Ice Team. Номер один в Соединенных Штатах Америки. Ингредиенты высокого качества, неповторимый вкус, гарантированная победа над жаждой. Arizona Ice Team. Качество, польза, хорошее настроение для людей со вкусом. Пейте на здоровье, господа. Качество, польза, хорошее настроение для людей. Качество, польза, хорошее настроение для людей со вкусом. Девятый раунд Господин Кази, как считать, состоится сегодня победа знатоков или не состоится? Будет рекорд клуба? Капитан Девушка может сегодня одержать вторую уже победу? Я думаю, два вопроса и у них минута. По идее, они должны выиграть. Но Капитан Девушка, все возможно. Госпоже Митривели, не понравилось то, что вы сказали, господин Казиев. Я заметил. Я с большим занимаюсь, там сложно предположить. Таллин, против вас в этом раунде на Армин будет играть преподаватель Лидия Ильвес. Саид. Да, господин Ильич. Вы довольны своей работой? Ну да. Саид, а можно личный вопрос? Ну, все равно спросите, давайте. А у вас есть девушка? Нет. Нет? Саид, может вам к пластическому хирургу обратиться? Это второй личный вопрос уже, но... Могу порекомендовать вам японского хирурга Такааке Мацуоку. Одни его пациенты надеются на карьерный рост, другие на изменения в личной жизни. Одним словом, его пациентов объединяет желание изменить свою жизнь к лучшему. Внимание, вопрос. На каких необычных операциях специализируется Такааке Мацуока? Время. Досрочный ответ. Третий досрочный ответ. Кто отвечает? Рашад Ариев. Да, Рашад. Учитывая большие надежды, предположим, что он совершает эти операции на ладонной поверхности рук. То есть он меняет им линии рук. Соответственно, люди, верящие в хиромантию и прочее подобное... Тишина в зале абсолютно должна быть. В теории верят, что, изменив какие-то линии, он поменяет им судьбу. То есть сама поверхность — это ладонь. Ладонная поверхность рук. Внимание, правильный ответ. Хирург Такааке Мацуока проводит операции на ладонях пациентов. Для удлинения линии судьбы. 5-4. Еще одна дополнительная минута. Еще одна дополнительная минута. Госпожа Искендерова, у вас итого две дополнительные минуты. Я просто обязан у вас спросить. Вы попытаетесь сыграть решающий раунд? Да, идут, идут. Да, да. Итак, согласно правилам, в осенней серии цена решающего раунда — 4 кредита. До сегодняшней игры у команды Нармин Искендеровой на счету было 10 кредитов. 8 кредитов стоимость сегодняшней игры. В запасе у них 2 кредита на данный момент. Но, но, если Нармин... А Нармин уже объявила о том, что она хочет сыграть решающий раунд. Если капитаны клуба большинством голосов позволят это сделать команде Нармин Искендеровой, то мы станем свидетелями решающего раунда. Но, господа капитаны, надеюсь, вы понимаете, что 3 минуты может думать знаток. 3 минуты, 2 дополнительные минуты на размышления у команды есть. Поэтому я спрошу, вы мне ответите, да или нет. Господин Мусаев. Таин. Да, или нет. Нет. Господин Ализаде сегодня не в зале. Кто будет говорить вместо Мамеда Ализаде? Кто сегодня в роли капитана? Пускай играют. Браво! 1-1. Господин Аскеров. Я считаю, что это смелый поступок со стороны госпожи Искендеровой. И я не думаю, что я не хочу себе позволить быть более трусливым, чем она. Поэтому да, однозначно да. Мне говорят, что Анара Неджевли сегодня в зале. Так же нет, но в зале зато есть. Акпер Дадашлы. Акпер. Завет вопрос с Анаром. Анар против. Против. 2-2. Руслан Мирзалиев что скажет? Я тоже против. Ну, господин Рзаев. Я думаю, что... Ну, что вы мне сейчас скажете? Вы, конечно, даже если против, скажете да. Потому что мы ведь понимаем с вами, что... А, есть еще Джалал Уруджев, конечно. Извините, Джалал, извините. Фарид, слушаю вас. Господин Рзаев, я очень болею за эту команду. Ну, конечно, да, пусть играют. 3-3. Господин Уруджев, ваше решение. Я за любое движение в игре, пусть Нармин играет. Итак, госпожа Искендерова. Наверное, самый сложный выбор. Саид, вы готовы играть? Да или нет, Саид? Нет, господин. Юнель. Юнель готова. Малик. Теймур. Да. Рашад. Ну, 60 на 40 что, да? Нет, 60 на 40, значит нет. Нармин, решайте. Сложный выбор. На самом деле, я верю в каждого игрока. Но пусть вот у нас хорошо начал Малик, пусть он хорошо закончил. Счет 0-0. Счет 0-0. Попытка команды Нармины Искендеровой занять первую позицию рейтинга клуба. Абсолютная должна быть тишина в зале. Абсолютная. Господин ведущий. Да. А я могу разговаривать во время этих трех минут? Нет. Жаль. Нет. Нельзя разговаривать, потому что если вслух Малик будет произносить свои версии, высока вероятность того, что кто-то может просто подмигнуть ему, а мы этого не заметим. Поэтому разговаривать в нашем клубе во время супер-блица и решающего раунда нельзя. Малик, вы готовы? Да, я готов. Итак, Малик, если вы проиграете в этом раунде, ваша команда в этом году больше не сыграет. Вы это понимаете? Да, понимаю. Счет 0-0. Решающий раунд. Так, на игровом столе у нас три вопроса. Покажите так, чтобы я понимал, кто может сыграть против господина Рамазан Заде. Это вопрос из Астрахани. Студента Джейхуна Джавадова. Вопрос инженера Михаила Самыльна из Саратова. И вопрос из Старого Оскола. Вопрос предпринимателя Дмитрия Криничанского. Но я думаю, что... Да, Старый Оскол. А ведь все было в пользу того, что Волчок выберет вопрос Джейхуна Джавадова. Но Волчок распорядился не так, как мы с вами предполагали, господин Рамазан Заде. У вас две дополнительные минуты. В зале должна быть абсолютная тишина. Итак. Внимание. Белый лист. Господин Рамазан Заде. Проезжая мимо сел Белгородской области, наш телезритель часто видит, как практичные сельские хозяйки используют такие листы при продаже своего товара. Внимание. Вопрос. Как хозяйки делают это? И о каком товаре идет речь? Время. Вы мне Таира, Таира показываете чаще. Потерять. Таира. Время. Потерять. 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 итак ну я беру вторую минуту из трех и можно пожалуйста повторить вопрос давайте так еще раз повторяю но в третий раз повторять не буду проезжая мимо сел белгородской области наш телезритель часто видят как практичные сельские хозяйки используют такие листы при продаже своего товара внимание вопрос как хозяйки делают это и о каком товаре идет речь вторая минута пошла и и и Малик Минута из игры в игру не переходит Может быть я еще что-нибудь придумаю Давайте третью Еще одна минута Спасибо 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 Давайте Вы и так тянули как могли 3 минуты Абсолютная тишина в зале Абсолютная тишина в зале Никаких аплодисментов Вздохов не должно быть Слышно Иначе я засчитаю команде поражение Малик ваш ответ Проезжает мимо сел Скорее всего речь идет о лете Летом цветут подсолнухи Если это вот так как-то завернуть Сюда можно конечно же забить семечки Ну как забить Засыпать внутрь семечки Демонстрируя пустой такой вот конус Они показывают что семечки есть в наличии Можно их продавать Это пока что самое адекватное что я смог придумать И это я и отвечаю Ваш ответ понятен Внимание Правильный ответ Господин Рамазан Заде Да господин ведущий Хозяйки берут такой лист бумаги Все-таки мы говорили о практичных хозяйках Для семечек они наверное использовали газетные листы А применение белому листу можно найти всегда Хозяйки берут такой лист бумаги И посмотрите на нашего распорядителя Сворачивают его внутри стеклянной банки Стоящий вдоль дорог банки с белым листом внутри означает Что продается свежее молоко А если налить в банку молоко и оставить его на воздухе То оно скиснет и испортится Чего практичная хозяйка допустить не может Малик, когда команда проигрывает Обычно мы расстраиваемся Но я хочу поблагодарить вас и всю вашу команду за смелость 6-0 в пользу команды телезрителей Предприниматель Дмитрий Криничанский Заработал шестое победное очко в копилку команды телезрителей А также он заработал 600 монатов от нашего спонсора От Капитал Банка Сегодня как раз тот самый день, когда победе телезрителей я вовсе не обрадован Я этой победой, конечно, расстроен Вот имена победителей Татьяна Сдобнова, вопрос о Софи Лорен Вадим Кузьмич, вопрос об Эрне Рубике Бисмантас Букаускас, вопрос о Толстых Котах Виталий Закиров, вопрос об Овечке Толля И победное шестое очко для своей команды Принес Дмитрий Криничанский, вопрос о банках с молоком Автор лучшего вопроса, по традиции, назовет директор департамента маркетинга Капитал Банка Гюнель Фарзалиева Гюнель Ханум, что скажете? Ну, если честно, я немножко затрудняюсь с выбором вопроса Но все-таки, наверное... Давайте тогда я вас спрошу о другом Все-таки эффектность или эффективность? Ну, надо эффективность использовать эффектно Ну, как вы считаете, какой вопрос сегодня был лучше? Ну, думаю, наверное, все-таки последний Потому что он был один из сложных вопросов игры И наш телесвитель плюс к своему выигрышу получает еще что? Еще дополнительный плюс от Капитал Банка 200 монатов, да? Да, 200 монатов Итого господин Криничанский заработал сегодня 800 монатов от Капитал Банка По традиции, авторы лучших вопросов награждаются сертификатом На интерактивную экскурсию по историко-этнографическому заповеднику Гала От управления Чарли Шахат Господин Криничанский, ждем вас в Баку Представитель Геланхолдинга Фуат Керимов Назовет лучшего знатока игры Спасибо большое, господин ведущий Очень красивая игра была Яркая, но снова поражение Ну, мы видели поистине командную игру Но вы со мной согласны, что Вот, например, за этой игрой было интереснее наблюдать Чем за последней игрой летней серии Когда команда Мамеда Лизата одержала победу со счетом 6-5 Игры разные, вопросы разные Надо порой сложно их сравнивать Вы не хотите никого обижать, в отличие от меня А я вот за правду Итак, кто сегодня был лучше? Замечательно начал Малик сегодня играть И мне кажется, несмотря на дополнительные минуты Вопрос все-таки был сложный, решающий вопрос Поэтому я сегодня хотел отметить маленький раз Вы уже произнесли фамилию? Я не услышал Может, я назову сегодня? Не против? Ну, подарок такой ведущему Можно сделать один раз? Позволите? Позволю Нармин Эскендер сегодня была лучше Все они играли хорошо Они играли замечательно сегодня Но сегодня лучше была Нармин Нармин, это вам за решение сыграть решающий раунд За вашу смелость Господин Керимов Какой приз ждет Нармин? Ждет приз от отеля Кавказ Резорт Сертификат от отеля Нармин Вас также сегодня ждет приз от издательства Книги из серии футбол Улдузлары Марадонна и Роналдо Вы интересуетесь футболом, Нармин? Абсолютно верно Нет? С сегодняшнего дня будем считать, что будете интересоваться Госпожа Искендерова Игра стоила 8 кредитов Плюс 2 кредита вы потратили на решающий раунд Вы проиграли И теперь у вас 0 кредитов Это означает, что в следующий раз мы вашу команду увидим только в 2018 году Поверьте, я очень буду ждать этой встречи с вами, Нармин Ну а теперь, друзья А теперь Самое время определить команду, которой предстоит сыграть через неделю В следующую субботу Согласно правилам Мы начнем торги с команды, которая замыкает кредитный рейтинг клуб Но я должен сказать Что если сегодня Все команды откажутся Капитаны от Участия в аукционе То будет играть как раз Та самая команда, которая замыкает Кредитный рейтинг Команды Ровшана Аскерова И эта игра будет стоить 3 кредита Господин Аскеров Да, но у вас, понимаете У вас, Гюнель, 0 кредитов И вы не можете играть Вы вне сезона, увы Поэтому все-таки замыкает кредитный рейтинг Ровшан Аскеров И его команда Ровшан, вам слово Если бы еще было хорошее правило, что наш ва-банк перебивается только другим ва-банком Вообще было бы здорово Но мы играем ва-банк 3 кредита Господин Мусаев Пас Эмин Расул Заде сегодня за капитана Команда Мамеда Алисаде Эмин, давайте покажите нам глаза господина Расул Заде Вы мне Джамилю показываете Джамиля, безусловно, красиво, конечно Но ведь Эмин разговаривает Эмин Пас Пас Господин Рзаев Фарид 5 кредитов вы сказали Акпер до дошли Представитель команды Анара Неджев Ли Вам слово Пас Господин Мирзалиев Тоже пас Тоже пас Господин Руджев У вас я спрашивать не буду У вас всего 5 кредитов Перебить ставку Фарида Рзаева Не получится Поэтому Я так понимаю Что ровно через неделю Против команды телезрителей Будет играть команда Фарида Рзаева Жду вас Господин Рзаев Готовьтесь Госпожа Искендерова Спасибо вам И вашей прекрасной Красивой Интересной команде За Очередную Яркую Игру Такие игры Запоминаются Надолго Госпожа Искендерова Выше нос Не расстраивайтесь Эта игра окончена Спасибо всем За игру Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова